Стартовал новый сезон Лиги КВН городов Золотого Кольца. Команды из Костромской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Московской областей и Республики Башкортостан сыграли в фестивале открытия сезона. Команды в основном студенческие. Диапазон шуток от подростковых до политических. Я самая красивая девушка в этой команде. Меня печатают на обложках журналов, а Ксюшу на пачках сигарет. Владимир Владимирович, добрый день. Ну что ж, давайте пройдемся по вашей квартире. Пару вопросов. Скажите, пожалуйста, кого вы видите в качестве арендаторов? Вы знаете, мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе и с нашими иностранными партнерами. То есть только славяне? Да. Ой, а я смотрю, у вас перепланировка в квартире? Да, вы знаете, я пять лет назад комнату присоединил. С этого года Лига КВН Городов Золотого Кольца межрегиональная. Выросло число команд. В прошлом сезоне экспериментальном играли 12 коллективов. В этом уже 21 команда, шесть из которых Сергий Упасадский. Слова бросаю по ветру, по лицу росая, тебе басая, за тобой бегу на край света басая. А песни, шутки кто пишет? Все. Вся команда. Мы не будем показать. Слайцы. Все пишут. На самом деле, да. Бывает такое, что кому-то приходят действительно крутые очень идеи, невзначай, ну вот так вот получается, хороший материал. Есть какая-то концепция выступления сегодняшнего? Нет. Нет. Вот так по фану пришли просто, сидеть там на стульчике. Ну, как бы увидите, посмотрите. Просто было лень учиться, хотели немножко отдохнуть, решили то, что нужно так забивать время. И пришли к тому, что нужно выступать в КВНе. Всем рекомендуем. Да, концепцию на наших специальностях, которые наши учебные учреждения попадают. То есть на них отыгрываться санки будет на тем. То есть поэтому на вас такая форма? Да. А что это такое? Ну, это рабочая форма, я играю этого, механика. Трудный возраст. Город? Красногорск. Расскажите, пожалуйста, какую сегодня программу подготовили? Какая тема? Программа, мы готовились очень долго. Интеллектуальные шутки, будет весело. По итогам игры в четвертьфинал сезона вышли 10 команд. Призерами фестиваля стали команды «Росноу» из Москвы, сборная одной квартиры из города Стерлитамак, Республика Башкортостан и трудный возраст из Красногорска. Еще две команды для четвертьфинала должны выбрать зрители путем голосования в группе социальной сети ВКонтакте. Следующая игра состоится в мае. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».